всем привет в этом видео хочу поделиться сегодняшним днем сегодня у меня был нож к прёве то есть экзамен по норвежскому языку сдавала я письменный чтение и прослушивание вот первое это у меня был письменный экзамен сдавала я на а2b1 было три задания первое задание это писать картинку нужно было написать 80 100 слов второе задание написать текст на заданную тему тема может попасть любая в этот раз была тема рассказать о еде которую любишь есть каждый день и на праздники и третье задание это письмо жалоба на такую тему мне нужно было написать шефу на работу чтобы он не сделал больше рабочих дней так как у меня два рабочих дня в неделю мне хотелось бы работать больше и вот мне нужно было написать по какой причине я пишу это обращение в общем вот такие вот задания с этим я справилась хотя растерялась темы не сложные картинка была не сложная но все-таки вот это волнение немножечко сыграла и немножечко я растерялась и мне было сложновато ну так ничего справилась второе это было лес и чтение вот были я сдавала начиналось это все с самого маленького уровня и по нарастающей и шли вопросы но я так понимаю что я отвечала неправильно на некоторые вопросы поэтому у меня уровень высоко сильно не пошел ну может быть может быть до а2 я что-то там понажимала но результаты будут только через месяц вот и прослушивание тоже можно ну там два раза говорили в общем вопрос задавался и варианты там ответы либо же нужно было нажать на картинке например он говорит нажмите на на картинке на футболку розового цвета которая висит на стене и нужно было нажать на эту футболку либо же варианты ответов написано читается вопрос и вариант ответа нужно выбрать очень сложно прослушивание потому что ты вслушиваешься и тебе нужно еще прочитать эти вариантов ответа и тебе дается мало времени назад это вернуть нельзя повторяется вопрос два раза и нужно успеть нажать на правильный ответ вот для многих очень сложно сдавать этот именно прослушивание вот и завтра у меня будет еще один экзамен по устному по разговорный разговорный этот экзамен который есть для меня самый сложный так как мне очень сложно говорить на норвежском языке мне легче написать предложение подумать я знаю где ставить глагол в общем где субъект объект как это все поставить но быстро сообразить и ответить мне очень сложно поэтому я немножечко волнуюсь перед завтрашним днем не знаю честно как я буду разговаривать ну про себя я точно расскажу это уже больше чем ничего как-нибудь будет посмотрим на мое состояние завтра и я если что я поделюсь своим впечатлением о следующем экзамене вот ну а так учить норвежский язык очень интересно но я пришла к такому выводу что у каждого каждый по-разному как учит в плане не каждый по-разному учит а каждому человеку нужно раз разное количество времени чтобы усвоить этот язык кто-то за полгода учит и разговаривает а кому-то и двух лет мало вот я уже год учу этот норвежский язык более-менее там могу понять могу немножечко поговорить но не так как хотелось бы честно иногда мне очень когда мне спрашивают сколько ты здесь находишься и я говорю что я здесь нахожусь уже год мне становится немного стыдно за то что я не могу с человеком общаться ну то есть мне был дан год для того чтобы выучила я язык и начала контактировать там с людьми но мне этого времени оказалось мало вот так что если вдруг кто-то так же как и я за год не может разговаривать и также тяжело учить как у кого иностранный язык знаете вы не одни такие я в вашем ряду вот но ничего страшного вот я начала ходить и на практику в другое место и общаться с бабулей и она меня понимает с полуслова и у меня прям вот это подбадривает меня и мне хочется с разговаривать мне хочется что-то ей рассказать я пытаюсь это делать какими-то там словами очень простыми если она не что-то рассказывает то она тоже пытается разговаривать простыми словами и это очень круто когда конечно вот я находилась в среде там где студенты они все быстро разговаривают и на разных диалектах это было очень сложно для меня сейчас иду сейчас и до 5 секунд 5 секунд минут или минутка хорошо я сейчас до запишу видео и приду играть вот такие вот дела я поделилась с вами если у вас будут вопросы можете писать мне их в комментариях вот и до следующего видео надеюсь у меня завтра будут силы желание поделиться но если не завтра то послезавтра или в ближайшие дни я поделюсь о том как же я сдала этот разговорный экзамен всем хорошего настроения до следующего видео пока